Музыка Так шикарно и красиво горит, что аж хочешь смотреть, смотреть и смотреть Всем привет, с вами я, Игорь Касымов, вы на канале Биогаз Узбекистан Друзья, я сам из Узбекистана Если иногда немного говорю с акцентом, прошу прощения за мой акцент Если что-то так, напишите в комментариях Друзья, эта биогазовая установка построена в Кашкадарье Я нашел на просторах интернетов Построил его и кромаке из Кашкадарьи Он даже взял патент на то, чтобы можно построить биогазовую установку Автор счел не показывать ту сторону установки, как она вообще состоит, из чего состоит Ну, я вам кратко хочу объяснить вообще, из чего состоит установка, как она горит И какие там ошибки есть, какие не ошибки Во-первых, то, что горит газ так шикарно, это нормально Потому что под таким давлением газ по-любому будет гореть так Но, есть одно но Этот газ будет гореть в каком-то времени Он может так шикарно гореть 20 минут Но там скорее на видео уже показано, что примерно около 2 минут горит Ну, как вы думаете, 2 минуты газ горит шикарно Остальные 23 часа и 58 минут вы сидите без газа То есть, как вы знаете, биогаз это накапливаемый газ Который вы накапливаете в какой-то емкости Его, можно ли мне задавали вопрос Можно ли его накопить в больших объемах, чтобы сохранить, как пропан А потом уже там зимой его сжигать Нет, друзья, биогаз это не жидкий газ Это сухой газ Его, как бы, в емкость спрессовать в большом количестве не получится Например, у Кромаке емкость, я у него не спрашивал Но, по виду видно, примерно около 3 до 5 тонн емкость И емкость обалденно, классно загерметизирована Потому что держит такую большую атмосферу Это должна быть емкость тоже Хорошо упакованная, хорошо припрессованная Для тех людей, которые строят биогаз Для которых хотят построить Которые обучают эту технологию биогаза Друзья, я вам советую зайти на наш, подписаться на канал Зайти на наш канал И на нашем канале не так уж сильно очень много видео Мы рассказывали, как сделать биогаз установки из 200-литровых бочек Из больших тонн, из маленьких емкостей Ну, очень много видов биогазовых установок Поэтому я вам советую лучше просмотреть эти видео Эти видео все бесплатные Посмотрите, ознакомитесь, изучите, а потом делайте Потому что в данный момент я не занимаюсь этой установкой Но, как бы, прошло 2 года моей жизни этими установками И, как бы, вот эти знания, чтобы зря не пропадали Я нахожу где-то в интернете информацию Там в год 1-2-3 раза Я обращаю на этот канал И выкладываю видео для тех людей Чтобы другие люди тоже не делали ошибки Те, которые я делал Не имеет значения, с какого города С какой страны, с какой нации, какой религии Главное, чтобы человек не страдал Не тратил свои лишние деньги Поэтому я бы вам посоветовал Второе В чем минус вот этой установки И в чем Плюс установки В нем нет газгольтера Он сразу, газ в нем же накапливается И сразу же с него сжигается С большим атмосферным давлением Минус Минус Когда Если вы знаете биогазоустановки Есть биогазоустановка Есть газгольтер Я вам сейчас это покажу уже На доске более подробно Чтобы было вам удобно Друзья, я поставил экран Более близко Меня будет не видно Но чтобы было вам виднее Эта доска Смотрите Вот ваш реактор Вы, например, сделали крышку Как этот человек Сюда воткнули трубу И с этой трубы Вы уже сжигаете Вашу биогазоустановку Вот типа у вас Под большим Тут ваш манометр Под большим давлением Вы думаете Все, у меня классно Суперски работает Но Есть но При больших давлениях Ваша биогазоустановка Там бактерии Они сжимаются При давлении Они сжимаются И за счет этих давлений Они День за днем Начинают Более меньше Производить биогаза Чем под давлением Поэтому По нормали По технологии Как бы в интернете В книге Все это написано Что делается Ставятся фильтры Два фильтра Один водяной То есть сероводородный Второй стружки Стружковый Это какой? Стружковый Это просто берете Из у токера Заходите к токеру У него там стружки Вот эти металлические стружки Это все загружаете И вот Чтобы ваш газ Именно проходил Через стружки Вообще Далее мы Людям советовали Как-то мы Экспериментировали Думаю Ваши тоже советы Нам будут лучше Еще одну какую-то Емкость поставить И в нее синтефон Или что-то поставить Чтобы Чтобы влага оставалась То, что через Первый фильтр Водяной фильтр Вы пропускаете По-любому Влага остается Мы это проверяли Мы это делали После того После вот этих Двух фильтров У нас компрессор был Ну скажем Это компрессор Компрессор Он полностью Через год Подыхал Мы когда открывали Компрессор Он был весь Как бы сказать Весь в лесене В грязи Ну короче Не в рабочем состоянии Но надо было Ремонтировать Именно этот компрессор Поэтому ставится Компрессор И после Ставится уже Газгольдер Я нарисовал Газгольдер Круглый Без крови Почему Потому что Он будет Под давлением И он должен Газгольдер Функция Газгольдера Газгольдер То есть Собирать Газ Который у вас Выходит через Ваш реактор И вот тут Уже ставить Манометр Вот тут Уже можете Ставить Под большим Давлением Хотите 200 атмосфер Хотите 50 атмосфер Это не имеет Значения Это уже От вас Зависит Какой газгольдер Вы ставите И емкость Газгольдера Ну и естественно Чем больше Газгольдер Тем больше Газа Но само собой Можно ли В нем Хранить газа Ну сколько Вы газа Захраните Например Если у вас Там емкость Будет Газгольдер Будет примерно 10 тонн И 10 тонн Под 15 атмосфер У вас хватит Ну скажем На 3-4 дня Или на 5 дней Чтобы Обогреть дом И этот все Через 5 дней Этот газ Уже кончится Точно так же Как у На этом видео Как видите Там 4,5 атмосферы Газ горит Вообще шикарно Но он горит Около 2 минут Потом он кончается Потом Надо снова Газ скапливать Именно Ваш Биореактор Он будет Производить Биогаз Ваши фильтры Будут Очищать его А ваш Компрессор Компрессор Будет скапливать Этот газ Ваш Газгольдер А вот С газгольдера Вы уже должны Использовать Этот газ И в какое-то время У вас будет Очень медленно Выделяться газ Но газгольдер Он будет вам Скапливать И естественно Переодитесь к его Дома Биогаз Это не значит Что у вас Газ должен быть Гореть 24 часа Без остановок У вас должны быть Паузы Например Если вы отапливаете То вы же не будете В доме Чтобы ваш Газ горел Без остановок Он же должен Какое-то время Дать паузу Когда нагреет Нужную температуру Дать паузу После этой паузы Во время этой паузы Ваш газгольдер Будет накапливаться Газом А потом Опять его использовать Друзья С вами был я Ибек Касынов На канале Биогаз Узбекистан Я сказал Кратко Показал Для тех людей Которые хотят Строить биогаз Установки Советую вам Посмотреть на канале Пишите ваши вопросы Какие вопросы Где какие трудности Мы с радостью поможем Если вы строите Какие-то биогаз Установки Мы сразу Пожалуйста Напишем в наш e-mail Обратите на наш e-mail Мы вам вышли в контакты Созвонимся Соспишемся Может какие-то Мы вам советы дам Мы готовы работать Просто Ну просто от души Работать Чтобы помогать Чтобы вы не делали ошибки Те ошибки Которые мы делали С вами был я Айбек Касын С Узбекистана Город Фергана Спасибо 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 Спасибо